Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами, Шресанатаны Госвами, Шарупа Госвами, Шарагунатты Батты Госвами, Шарагунатты Дасы Госвами, Шадживы Госвами и Шагапал Батты Госвами, которые досконально изучили боготкровенные писания, чтобы на благо всех людей утвердить вечные принципы религии. Они, почитаемые повсюду, в трёх мирах, они истинное прибежище для каждого, ибо всегда пребывают в настроении гопии и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришны. Итак, мы продолжаем обсуждать, читать, обсуждать нектар преданности. Это изложение, изложение Божественной Милости, Ачеба Киданта Сами Прабхупады, Баклир Самридасинку, Шарупа Госвами. Эта книга предназначена особенно для преданных, написана, не для новых людей, для практикующих преданных. Есть свои тайны в этой области, в области практики, преданного служения. Это иное измерение жизни, ощущений, чувств, сознания, деятельности. Говорится, что преданное служение трансцендентно. Она находится за пределами гун материальной природы, даже гуны благости. Гуна благости, она приближена к Божественному сознанию. Она источает знания глубокие, вплоть до осознания Брамана. Все открыто в гуне благости. И счастье. Если мы говорим о каком-то счастье в этом мире, то это может быть только из гуны благости. Что обманчивого счастья в страсти, в невежестве просто в принципе нет. Но преданное служение, оно находится за пределами Брамана. Брамабута Прасханна Атма, это описано в Бхагавадвите. И только с этого уровня Брамабуты начинается вообще представление о преданном служении Господу. То есть отношение личное с Богом, с Его формой, качествами. Играми, даже можно войти в игры, непосредственно обрести тело духовное, место материального, где нет беспокойных мыслей, ума, где нет страданий или страх о временном существовании, о потерях приобретениях, о борьбе за существование. Нет даже голода и жажды. Нет ни малейших признаков беспокойств. И в этом теле человек может совершать преданное служение. Но, раз же Париж и спрашивают Шукадеву Госвами, каким же образом мы можем слышать, видеть или участвовать в игре Господа, если наш ум материален, тело материальное сейчас здесь, как можно вообще начать преданное служение, находясь в гунах материальной природы? Это серьезный вопрос. И Шукадеву Госвами объясняет, если вкратце сказать, что на самом деле, на самом деле наши чувства трансцендентны, исходят из его чувств. И природа ума – поклоняться Богу. Природа чувств – чувствовать Бога. Изначально это природа чувств и ума. Но в материальном мире она трансформируется, искажается, она извращается, этот принцип. Поэтому его можно восстановить, используя эти чувства, если занять в преданном служении. Прежде всего, шраваном. Услышать нужно это извертый источник. Поэтому здесь, говоря о принципах Бхактии, первейший принцип – нужно найти источник знания. Этот принцип, который мы должны слушать. Трансцендентный слух развить. Главное, главное – не видеть, а слышать для духовной практики духовной жизни. И так же, на преданное служение превосходит даже духовное счастье, описывалось в будущих главах. Все материальные совершенства, включая мистические ситхи, блаженство Брахмана духовное превосходят все уровни знаний и переходят в некую такую духовную вечную песню, поэзию, флейту Кришны. Как вчера мы приводили аналогию из Прабхабхады, что ум преданного, он подобен лесу Вриндавана. Деревья необычные, деревья Калпа-Вриша, Вриндавана. Ум преданного таков. Исполняются все желания внутри сердца, потому что в этом лесу Вриндавана, чистом святом месте, как ум преданного, присутствует Личность Бога. Он навещает это место. Он является время от времени, чтобы наблюдать эти деревья Вриндавана, чтобы слышать звуки шмелей, чтобы видеть эти чистые озера, прохладный ветерок, он наслаждающийся во Вриндаване, в изначальной обители. То есть внутренний мир преданного, он духовен. Называется Махатма, тот, кто находится под влиянием внутренней энергии Кришны. И есть внешняя энергия Кришны, когда она проникает в ум, а она выглядит, как вращающиеся, противопорствующие гуны природы внутри меня. Я стараюсь понять этот мир внешними глазами, но внутри меня вращаются гуны, которые я не вижу. Они вращаются и пытаются преобладать. Они постоянно в борьбе, противопоставления находятся. Если побеждает гуна благости, остальные гуны подавляются. Если побеждает страсть, подавляется благость, подавляется и невежество подавляется. Но если невежество преобладает, подавляется благость и страсть. Эта борьба происходит здесь вечно. В уме, в искрененном уме. Это вращение гонпироды. Потом мы кого-то считаем другом, то другом. Потом наоборот. Нам это человек сегодня не действует, но завтра мы теряем к нему интересность. Что случается? Сегодня я хочу духовной жизни. Сейчас какое-то время мне слепевает интерес. Что такое вообще? Может быть, я преданный, может, я не преданный. Кто я? У меня то одни желания, то другие, то эти ценности, другие ценности. Я меняю свою краску, не говоря уже в этой жизни, если в жизни, полностью меняю свою краску. И это все происходит в моем беспокойном уме. Все это повторяется заново и забываю заново. Повторяю те же самые вещи. Это пережевывание, пережевывание. Только из шастра могу узнать. От гуру, что на самом деле происходит? Я ничего не помню. Поэтому здесь говорится, что как же практиковать это преданное служение? Нужно постоянно слушать. Нужно принять наставление духовного учителя, получить посвящение духовного учителя, чтобы лучше слышать. Бабушка, зачем у тебя такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя мое. Нам нужны большие уши, чтобы слышать. Слышать, что же Парупада пишет в своих книгах. Мы всю жизнь будем изучать это. Иногда нам кажется, что это мы уже все знаем. Это гуны природы. Так влияют на нас. А тут что-то новенькое. Ничего новенького здесь нет. То же гуны природы. Мы то возбуждаемся, то теряем интерес. Но на самом деле это знание в нашем сердце. На самом деле картина совершенно иная. Это тот самый духовный мир, который находится в сердце живого существа. Здесь Ачария пишет. Руба Госвами пишет. Кто-то пересказывает. Объясняет. Снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Это знание всегда освежается. Как это дуновение ветерка, всегда свежесть. Прозрачные озера, всегда омовение. Это тот самый источник чистоты и блаженства. Трансцендентное знание, говорится. И преданное служение совершается легко, если мы займем свои чувства в преданное служение. То есть это характеристика преданное служение. Здесь мы продолжим наши читать. Правила предписания. Как заниматься преданным служением. Шестая глава. Мы ее сегодня закончим быстро и начнем уже читать седьмую главу. Мы остановились на десятом пункте. Тут было несколько групп этих правил. Это вторая группа правил. В целом их будет 64. Вы помните, перечисляется правило. Основные правила 64. Основные, их больше. Харибахти виласи здесь упоминается. Их больше. Их может быть и еще больше, собственно говоря. Иногда даже какие-то новые правила могут вводиться. Это ачарьи. То, что забыто. Бывает, что есть традиции, о которых не нужно напоминать. Это усвоено. Люди живут в этих традициях, получают от родителей какую-то культуру. И, собственно, можно не напоминать об этом. Это есть, это усвоено. Но если что-то утрачивается, как бы появляется как будто новое правило. Нет, просто что-то старое утратилось правило. Новое не появляется. По сути, все является правилом с этой точки зрения. Любая забытая вещь, ее нужно установить как правило, чтобы усвоить. И чтобы она стала правилом, нужно время. Время, чтобы это правило вошло глубоко в сознание. Как Харикарична мантра, мы каждый день повторяем, чтобы она вошла глубже, глубже. А как глубже? Я уже запомнил, в ум она вошла. В разум тоже вошла, да. А куда еще не вошла? Она должна войти глубже, еще в самую глубь. Вот туда, куда мы не пускаем никого, даже Бога. Вот сквозь ложная ага, это трудно. Ложная ага не пускает туда никого. Никого, даже самого близкого человека. Не Бога, никого. Ложная ага, она имитирует Бога самого. Если даже мы кого-то близко подпускаем, то только в духе служения себе, своему ложному. Как это муж, жена называется. В материальном мире все это называется какими-то словами и ценностями. Но, тем не менее, все это только в взаимоотношении Аханкара. Такая Харикарична мантра, Маха мантра, она способна, если есть искреннее желание, проникнуть внутрь. Есть, кажется, вирусное заболевание. Трудно, потому что вирус где-то находится там в клетке, куда лекарства не проникают некоторые. Но все-таки есть какой-то способ, чтобы проникло какое-то определенное лекарство. Найти нужно подходящее лекарство, чтобы оно проникло туда, в клетку, и убило этот вирус. Вот Харикарична мантра, это такое лекарство, проникает во все клетки. Сквозь чувства, сквозь ментальную оболочку, непростое дело. Сквозь будхи материальные, тамасу будхи, еще покрытие мощное. И самое твердое, равное по твердости алмазу, говорится. Тончайшее покрытие, никто не может его понять в этом мире. Ни один из рожденных существ, это Аханкар. И гуру дает вот это оружие знания, как трансцендентную вибрацию. Все, что мы слышим по уцепивчинской преемственности, относится к махамантре. Сейчас мы читаем книгу Прабхупады, книгу Рупа Госвами. Это тоже махамантра. Это та самая вибрация, раскрывающаяся в различных аспектах, так скажем. Потому что она безгранична, Харикарична махамантра. Там есть все ведические знания, там есть культура и искусство, там есть все нравственные законы. Все есть, говорит. Просто повторяй Прабхупады, говорит. Это, естественно, должно возрождаться в тебе. Но научись правилам сначала. И не да, мы спешим, поскольку есть страсть, нам хочется быстрее подняться над правилами. Но лучше настроиться всю жизнь следовать этим правилам. Постоянно. Лучше иметь такой настрой. Даже в Гетте говорится, что даже если мы достигли трансцендентного уровня, все равно. Ради того, чтобы подать пример другим, мы не оставляем эти правила, приписания. Они хороши в любом случае. Достиг ли человек совершенства или не достиг, они благоприятны. Они дороги сердцу в любом случае. И они могут быть трудны в начале, эти правила предписания. Но затем они становятся именно благоприятными, как этот ветерок. Нетрудными. С течением времени, когда именно мы можем больше иметь духовной силы и знаний. И обычно мы придаем большое значение нашим мыслительным способностям, когда обучаемся. Это так. Несомненно, что мы при помощи именно вот этого устройства, мозгового устройства, пытаемся разобраться в чем-то. Так биологически мы обусловлены. Но на самом деле сознание располагается не только в мозге. В равной степени располагается во всех органах тела. И в ногах, и в руках, и в костях. Мы просто по-разному это понимаем и чувствуем. В мозге мы понимаем, как мыслительные процессы обычно. И мы так и понимаем, что вот это и есть жизнь. Но жизнь есть и во всех других частях тела. И сознание присутствует так же. Парикрама. Мы ходим ногами. Мы обретаем сознание Кришны. Потому что в ногах присутствует так же сознание. Поэтому, говорится, нужно все чувства занять. И руки, и ноги тоже. Не только голову. Не только то, что мы гордимся вот этим вот местом. Что мы умнее животных. Мы очень люди. Мы вот думаем, что именно вот это отличие. Нет, отличие не в этом. Отличие в том, что мы сознаем дух. В остальном отличий нет. Если интеллектуальные животные и так далее. Двуногие животные называют. То же самое. Поэтому, когда в Киртане мы занимаем так же ладоши. Или руки, ноги. Это так же называется преданным служением. Есть такие правила предписания. Танцевать перед Божеством. Петь перед Божеством. Или хлопать в ладоши перед Божеством. Как говорят на музыкальных инструментах перед Божеством. Потому что бездумные руки. Они могут служить Кришне. Безмозглые ноги. Они могут полноценно служить Кришне. Потому что там присутствует сознание. Такое же, как и в голове. Поэтому, как бы, суть преданного служения. Что мы занимаем все тело целиком. Насколько возможно. С чувствами. Занимаем служением Кришне. Десятое правило. Поклоняться Божествам в Храме в соответствии с правилами. Предлагая арати и просад. Украшая Божество. И так далее. Причем делать это регулярно. Это то, что в Пуджаре делают в Храмах. И когда эти стандарты хорошо поддерживаются. Храм становятся трансцендентным местом. Мы с вами, как предикующие предные. Мы понимаем это хорошо. Мы очень любим Храмы Искон. Где именно хорошие стандарты. Как вот Кришна Баларамандир или Майя Пуртхама. Там особенно Искон старается поддерживать высочайшие стандарты. И мы видим, что это право работает. Действительно, это развивает наше сознание Кришны. Придя в Храм, мы всегда уносим оттуда сознание Кришны. Всегда. Неизменно. Согласно, неизвестно, мы правил. Рупа Госвами. Одинство. Лично служить Божествам. Это могут быть Пуджари. Не только. Мы видим, как предные приходят в Храм и приносят цветы, гирлянды или фрукты. Это тоже личное служение Божествам. Также. Украшения покупать, передают Пуджари. Это лично. Это означает, что Божества лично будут знать нас. Лично. Это очень необычное чувство. Нужно также приобрести эти личные отношения с Богом. Нужно что-то личное для него сделать. Двенадцатая петь. Мы поем. Для нас это правило не актуально. Мы поем постоянно. Нас даже критикуют, что слишком много поете, не работаете толком. Но у нас нет такого правила работать на кармической работе. Нет в этих правилах. Петь есть, работать нет. Тринадцатая петь, участвовать в Санкт-Киртане. Но я думаю, что каждый горит желанием. Просто не у всех есть время возможности. Греха с ним может быть меньше. Ограничены работой, семьей. Но брамачари сто процентов должны участвовать в Санкт-Киртане. Но все по-разному. Вообще, по словам Санкт-Киртана, я лично подозреваю широкие вещи. Это мое сейчас личное понимание. Я поделюсь. Все, все, что мы делаем в Искконе, должно быть в духе Санкт-Киртана. Это мое личное понимание. Даже когда мы занимаемся бизнесом, это должно быть частью Санкт-Киртана. Это должно быть все в движении Санкт-Киртана. Все должно быть в движении Санкт-Киртана. Все для того, чтобы расширять это движение, воспевание Святого Имени. Это мое понимание Санкт-Киртана. Но непосредственно Санкиртана — это воспевание и Брихат Мриданга, распространение книг правопада. Отсюда исходит этот дух, который проникает и в бизнес, и в экономику, и во многие другие проекты. Именно из непосредственно воспевания громкого, святого и несовместного, и распространения трансцендентной литературы. Повторять мантры, 14-е. Тут мантры во множественном числе, потому что сюда могут относиться также и священные писания, тексты, которые мы читаем. Например, заучивать шлоки. На Бхакти-Шастрах это становится нашим правилом, требуется учить шлоки. И некоторые предные жалуются, что слишком много шлок, учить приходится, нас эксплуатируют, подавляют нашу свободу, заставляют нас учиться. А у меня другая природа, я не гьяни, я преданный, я выше этого всего и так далее. Мы слышали такие моменты. Но согласно этому правду, надо повторять мантры, как умеете. Сколько вы учите, столько и будет, столько вы получите такую отметку. Честно. Мне легко говорить, потому что в наше время таких строгих правил не было на Бхакти-Шастрах. Молиться Божествам, 15-й пункт. Если мы приходим в храм, то хорошо именно какую-то молитву вознести. Если нет молитвы своей, можно вспомнить Бхаджин, Бхакюна Такура. Или молитвы из Бхагава, там возносятся полубоги, другие преданные, что они говорят о Кришне. Мы что-то вспоминаем, какие-то молитвы. Иногда вслух, шепотом можно перед Божествами пронести. Молитвы кунти очень хорошо произносить перед Божеством. Иногда что-то своё тоже мы скажем. 16-й декламировать знаменитые молитвы. Декламировать, это значит, слух произносить с выражением, декламировать с чувством. 17-й пробовать Махапрасад. Несложное правило совсем. Пища, которая была на тарелке, стоящей прямо перед Божествами. Кстати, скажу по секрету, можно воровать Махапрасад. Разрешается по этикету. Не является преступлением. Но так, чтобы никто не видел. Что, задача Пуджаре охранять Махапрасад? Задача перед ног украсть Махапрасад. Это лила называется. 18-й пить чернамриту, предлагаем гостям воду, которой мы вали Божеств. И в это время мы должны помнить, что это чернамрита, это важнейший момент. Нельзя так бездумно междуходным, да? Мы сосредоточенно это делаем. Это йога. Пить чернамриту – это мощное правило. Вообще, могучное правило. 19-й. Вдыхать запах благовония и цветов, поднесенных Господу. То же самое. Вдыхая, мы вспоминаем Кришну таким образом. Потрясающий процесс. Настолько естественный. Потому что он занимает нос, язык, чувствует то, что у нас есть. Прямо можно чувствовать Кришну всеми этими чувствами, фибрами. Прикасаться к лотосным стопам Божеств. Это позволяется, это не позволяется. Я не знаю, как этот принцип объяснить еще. Потому что нас не пускают близко к Божеству всех. Может быть, мысленно это можно делать. Мы также касаемся огня, предложенного Кришне. Смотреть на Божеств с великой преданностью. Он важный момент. С великой преданностью. Тут нужно настроиться. Она есть, эта преданность, где-то в сердце. И ее можно пробудить вот этим правилом. Стать перед Божеством и просто смотреть с преданностью, стараться. Ну, видите, как собака смотрит на газеты? Ну, невозможно, знаете, вот не принять это существо. Такие глаза, да? С собакой Кришной. Мы можем учиться у собаки в этом случае. 20-е правило. Нет, 21-е правило. 22-е правило. Проводить арати, аратику. И в установленное время дня. Это важно. То есть вовремя это делать, как Кришна хочет. Слушайте, Господи, и в его играх описаны в Шримад Бхагаватам, Бхагаватгите и других подобных книгах. Молить Божеств о милости. Это важный момент, потому что это невозможно своими силами. Поэтому мы молим Кришну, чтобы это все-таки случилось в нашей жизни, в этой жизни. Чтобы мы все-таки могли получить ташню в сердце в результате этой практики. Помните о Божествах. Мы бегали здесь, помню, во Вриндаване. По всему Вриндаване бегали, как сумасшедшие, искали Кришну. Но мы были еще моложе тогда, и больше страсти было, поэтому мы были очень активны. Где Кришна? Где Кришна? Там, тут, там. Мы туда все бегали, кругом, все кругом. И к нам пришел Гопалкишна с вами дать лекцию по всему Бхагаватам. Ну, то есть был Даршин Божеств приветствия, потом Гуру Буджа, и мы прибежали на лекцию слушать. Он посмотрел и спросил, а в каких одеждах сегодня Божества были на приветствии Божествия? И никто не вспомнил. Все искали, вроде бы, Кришну, но никто не помнил, даже какого цвета одежды были в Божествии на приветствии Божествия. Подумали, а вот он видит, он видит нас хорошо, что мы Кришну перед нами, мы не видим ничего, мы ищем где-то в другом месте. Помните о Божествах. То есть, собственно, хорошая медитация, если мы на приветствии Божествия видим, мы можем в течение дня эту медитацию поддерживать. Память. Медитировать на Божеств. Ну, то есть, стопы — это основа мира, да, там есть голени, есть колени, есть там грудь Господа, есть улыбка Господа, это описано в Багово, там можно так это делать, можно. Медитировать, что стоп, находит приближающий весь, все три мира, будет сочетаться удивительно с его нежной формой, вот это вот могущество Бога одновременно, как в Дамудара Лили тоже полубоги потрясаются его могуществом одновременно, его детской непосредственностью. Это раса, это обостряет расу, вот эта медитация. Добровольно заниматься каким-либо служением. Тут говорится добровольно, это правило, добровольно. Иногда мы ждем, кто нас занимает преданное служение, мы тоже добровольно соглашаемся на любое, но иногда мы должны хотеть добровольно что-то делать. Желание, вот это желание развивать очень важно, свое личное желание служить Господу. Думать о Господе и как о своем друге, всем жертвовать ради Господа, всем. Предлагать Господу то, что Ему нравится, пищу, одежду и так далее. Мы переходим на диету постепенно с годами, но не должны забывать, что Кришне нравится другая пища. И так же готовить для Кришны. Всегда же мы на диете, но все равно чуть-чуть Махапрасаду мы можем принять, даже если он не рекомендован докторами, но хотя бы на язык вкус. А счет, есть что-то нравится Кришне. Идти на любой риск во имя Кришны и отдавать все, все свои силы служению Ему. Ну, такой принцип есть тоже. Это касается нашей пропорядки, миссии для Кришны Мауча Сидиоса. При любых обстоятельствах оставаться предавшейся душой. Как мы упомянули, все это есть в Махамантре. Мы бы не смогли понять ни одного из этого правила, если бы не повторяли Хари Кришну Мантру. Мы сейчас узнаем это только потому, что мы повторяем Хари Кришну Мантру. Она дает нам эту энергию, готовность к этим правилам. Готовность, милость дает нам, полномочия дает нам. Поэтому, конечно же, за этим всем стоит внимательное повторение святых имен. Поливать деревца Туласи, регулярно слушать Шримад Бхагаватам и другие аналогичные писания. Жизнь в святом месте, Матхури, Вриндаване или Двараке. Служить Вайшнавам преданным. Организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. И вот тут много правил, они как бы на одном уровне, но их также будут выделять по степени важности. Далее будет выделено пять основных, ну как бы самых могучных принципов преданного служения. Панча, бхакти еще мы называем. Но это мы знаем хорошо, мы их изучаем наизусть. Вячеслав Чикарвачи Такур выделял принцип служения Вайшнавам как важнейший. Ну это мы называем саду-санга, так же мы называем этот принцип служения Вайшнавам. Очень могучный принцип, считается важнейшим принципом. И даже Кришна говорит, что не тот мой преданный, кто мне предан, но тот, кто предан моему преданному. Слуга Вайшнава. Очень хорошо себя считает слугой Вайшнава. Это благоприятно очень. Организовать свое преданное служение в соответствии со своими средствами. То есть не жадничать и не транжирить средства. А разумно к этому поступить. Заниматься особым служением в месяц Картика, октябрь-ноябрь. То есть брать какие-то обеты. Ну, например, мы берем обед, предлагать фитильки, огненные лампадки. Каждый вечер, скажем, божеством приходить в этот месяц. И пропевать дамадараш такую еще дополнительную службу. Это тоже обед. Ну, кто-то берет 64 круга мантры или 32 круга мантры. Преданное по-разному, это индивидуально. Тоже берут какие-то на себя обязательства в Картику. Выполнять особое служение над Джанмаштами, день явления Кришны в этом мире. Чем бы ни занимался преданный, он все должен делать очень тщательно. И с великой преданностью Божеству. Чем бы ни занимался, тот тщательно, качественно делать нужно стараться. Это очень хорошо и с преданностью. Наслаждаться чтением Бхагаватам в обществе преданных, а не посторонних. Общаться с возвышенными преданными. Повторять святое имя Господа, жить в Матхури или ее окрестностях. Это у нас было 44 правило. И мы уже прочитали это 20, так? Таким образом, в общей сложности насчитывается 64 регулирующих принципа. 64 в целом. Как же упоминалось, первые 10 из них главные. Кто-то помнит первые 10 из них? Ну, мы что-то помним, да. За ними следует 10 второстепенных принципов, к которым добавляется еще 44 правила. Итак, регулируемая практика преданного служения включает в себя 64 аспекта. Из этих 64 принципов 5 особенно важны. Вот 5 из Прупады выделяют. Легко запомните. Мы их знаем. Поколение Божеству, слушание чтением Бхагаватам, общение с преданными, санкиртана и проживание в Матхурии. Это вот есть те самые панча-бхакти и наиболее могучные принципы. То, что Прупаду установил во всех храмах, слушание чтением Бхагаватам, воспевание святых имен, служение, санкиртана в каждом храме есть. Это Прупаду установил. Вот основные вещи у нас есть. И проживание в Матхурии также объясняется, что физически не всегда это возможно. Проживать, вот мы сейчас в окрестностях Матхурии находимся, в арендавании. Иногда мы приезжаем, иногда нет. Но мы создаем эту атмосферу у себя дома или в храме. Таким образом, это так можно осуществить. Все преданные желают жить в этой атмосфере. Хотят общины создавать, строить что-то, чтобы быть вместе, поближе, чтобы можно было вместе воспевать, слушать Шрама Бхагаватам, служить, чтобы была культура в Вачнавске. Мы хотим такого общения, чтобы эти принципы применялись. Это наше стремление, наша миссия. Вся наша физическая и умственная деятельность, а также речь, должны относиться к каким-либо из этих 64 аспектов преданного служения. Как было сказано в начале этой книги, главный принцип преданного служения гласит, что все чувства человека должны быть заняты служением Господу. Каким образом это осуществить, становится ясно. Из перечисленных выше 64 принципов Далее Шиларупа Газвами приводит свидетельства разных писаний, подтверждающих аутентичность этих принципов, то есть авторитетность этих принципов. Откуда он взял эти правила предписания? Нужно это найти основания в ведах. Так, мы шестую главу с вами прочитали, таким образом, эти правила предписания. Мы сразу приступаем к седьмой главе. Она будет более обширна, дается. А, но прежде чем приступим, я загляну в методическое пособие, что касается шестой главы, можете отметить это, что первые 20 пунктов предназначены для того, чтобы заложить и поддержать основу чистого предназлужения. 21 пунктов. Первые 20 пунктов для того, чтобы заложить основу и поддерживать основу чистого предназлужения. Значит, от первого до десятого пункта вещи, которые следует делать. Следование данным принципам укрепляет основу чистого бредного служения. Вот это надо делать. Первые 10 правил надо. Следующие 10 правил с 11 по 20. Вещи, которые делать не следуют. Избегая их, человек защищает основу своего бредного служения от коррозии и разложения. То есть эти правила защищают, эти запреты существуют. Навредить можно нашей практике. Это следующие 10. С 11 по 20 правила. Первые 10 значит то, что мы должны делать. Они хороши. Вторые 10 группа, они плохие. Их не нужно делать. Запреты. И пункты с 21 по 64, то есть 24 еще правила. Это различные способы несения чистого бредного служения. Это способ. Вот так как бы систематизированы эти правила предписания. Витхи и Нишады, да? Вот это надо делать, это не надо. Яма, не яма в йоге называется. А потом различные виды деятельности, где это можно делать. Аспекты разного предмослужения. Петь, танцевать, слушать бхагаватам, тут написано. Принимать прасад, чернамриту. Это различные виды уже, как это применить. Ну и по идее, если мы это все правильно будем внимательно делать, постепенно мы это усвоим, и мы обретем ежедневное стабильное сознание Кришны. Вот пока мы этому следуем. То есть процесс научный. И самые важные пункты выделяются здесь также в методическом пособии. Это принятие прибежища в истину духовного учителя, получение посвящения и служения ему. Значит, важнейшие пункты садданы связаны с духовным учителем. Так как именно гуру знакомит ученика со всеми остальными аспектами духовной практики. Направляет его в следование регулирующим принципам и в деталях их применения. Здесь выделяется правило принятия духовного учителя, потому что изучать шастры необходимо под руководством гуру. Иначе нельзя, они сработают. Иногда предно выделяют шастры, опираясь на другие наставления. Ачарьев, что ссылаемся всегда на шастры, мы не можем говорить что-то вне шастр. Значит, шастры важнее всего. Но нельзя разделять эти вещи, потому что они как одно целое. Когда-то шастры не записывались, а именно передавались из устно. То есть всегда нужно было найти духовный учителем и под его руководством получить это знание шастры. Как если мы хотим стать врачом, мы находим врача, который знает эту науку хорошо, и под его руководством мы осваиваем это. Как бы это нужно рассматривать как одно неразрывное целое. Гуру, саду, шастры. Но иногда выделяется что-то одно из этих трех в соответствии с обстоятельствами. Если мы забываем о важности шастры, мы говорим о шастрах. Если мы говорим о важности духовного учителя, мы аксцент смещаем сюда. Или саду пренебрегает кто-то. Гуру, шастры есть? Достаточно. Нет. Саду также в этой категории неотъемлемо присутствуют. Гуру, саду, шастры в одном должно быть. Как три единые. Должно быть такое понятие. И пункты 60-64. Это самые могучные принципы. Это поклонение божествам, слушание с римат-бхагаватам, общение с продвинутыми преданными и служение им, проживание мадхурии. Это самые сильные средства достижения экстатической любви к Богу Баба-бхакти. Так вот шестая глава, она как бы здесь в методическом пособии классифицируется. Облегчает нам усвоить этот материал. И теперь начинается глава седьмая. Да, кстати, есть ли вопросы по шестой главе какие-то? В контексте, пожалуйста. А вот там говорилось, что нужно смотреть на Божество с великим почтением. И в другом пункте, что нужно смотреть на него как на друга. Ну, как-то не очень... Вот, когда мы это делаем, вот тогда это совмещается в процессе. Сейчас, когда мы думаем, несовместимо кажется. Но иногда мы приходим в настроении предания, как бы беспомощности. Нам легко именно с преданностью смотреть на Кришну как к Богу, как к превосходящему существу. Иногда мы приводим в другом настроении. Если мы вдохновлены, у нас много энергии, мы чувствуем себя весело, даже хочется с юмором себя вести. Иногда в таком настроении пребываем перед Кришной. И тогда мы чувствуем, что это тот, кто нас понимает, тоже принимает этот друг. Мы в разных настроениях пребываем. И все это вот согласно права предписания, можно связать с Кришной тоже. Ты же бываешь веселый иногда перед Божеством. И Кришна тоже веселится с тобой. Поддерживает. А тут дружеские отношения. Иногда ты чувствуешь, что перед тобой именно Бог. Ты такая маленькая, незначительная. И он отвечает таким образом. Это различные оттенки. Бхактии разнообразные. Все есть в Кришне. Все совмещается. Вот эти правила и предписания, они нам кажутся не смыслными. Потому что мы в другой культуре выросли. Там такого нет. Мы как бы их изучаем и пытаемся практиковать. Но, например, у нас есть правила дорожного движения, которые в этой культуре. А в этой нет. Но при этом все функционирует. А как это происходит, что это становится нашей природой? Это вроде мы сейчас должны помнить. Не дай Бог, что-то там добыть и оскорбить. А как такой процесс происходит, что раз, и потом мы просто становимся носительными вот этого действия. Да, как правила дорожного движения. И сначала, если мы только сели за руль вообще, после тренажера, да, выезжаем уже в город, то мы очень скованы, и мы еще в страхе, мы еще вот эти правила и предписания, мы не можем спонтанно применять. Но через какое-то время вы уже об этом не думаете, просто стремитесь к цели. И эти правила автоматически нам помогают. Автоматически нам это помогает. Без усилий. Точно так же. То есть на каком-то уровне вы спонтанно этому же следуете, потому что вы чувствуете, как это вас приближает к Кришне. Вы чувствуете это. Как человек чувствует вкус пищи. А сначала мы просто пытаемся их умозрительно усвоить, запоминать. Находить в себе ошибки, промахи в поведении. О, есть правила и предписания, или кто-то мне сделает замечание, или я сам это замечу. Или вижу, что другие не очень правильно себя ведут, так отмечу этот принцип, запомню. То есть такие, учусь. А в конечном итоге это станет моим спонтанным. Почему? Потому что это как путь, я стремлюсь к Кришне. В стремлении к Кришне эти все правила усваиваются, естественно. Если нет Кришны, это невозможно. 64 правила носить в голове и применять это. Это нужно быть компьютером каким-то. Автоматом хорошо, таким совершенным. Это невозможно для человека. Это именно для преданного служения дается. Еще есть вопросы по теме? Есть 64 правила, есть 64 качества. Это все стабильные? Нет. Их больше. Кто упоминал, что в Харибакте велась и больше правил предписания. Их были отобраны основные правила Рупы Госвами для именно этого произведения. Больше. То есть пока я не соединяю это с качествами Кришны. Пока нет у меня такой аналогии. Да, да, вопрос, пожалуйста. Я хотела прояснить, честно, чем я пробую. Мы говорили, часто сказали про гуру, саду, шастры. Что это не разъемлено. Я понимаю, как вы сказали, гуру и шастры, потому что гуру дает шастры. Но я не совсем понимаю, как гуру и саду, как они между собой связаны и чем они отличаются. Может быть, простую вопрос, на просто ехать, а сразу пояснить этот момент. Саду — это образ жизни, так можем сказать. Гуру — это квалифицированная личность, которая полномачивает, проясняет эти противоречия шастры. Что в его сердце нет противоречий. И он разъясняет шастры, устраняя именно противоречия, которые в шастрах можно найти. Вот это непонимание, что мы называем шастры. Как только современно человек начинает читать, скажем, Священное Писание, тут же попадают противоречия ум его. А я в это не верю, откуда это взяли вообще и прочее, прочее. Это тоже начинается противоречие. Поэтому нужен гуру. Почему? Потому что в его сердце уже есть чистое преданное служение. Да, нет противоречий, все усвоено. Но мы должны еще видеть множество примеров того, что говорит гуру и шастры — это саду. Тогда, считается, человек получил полноценное знание, то есть надежно, со всех сторон. Если он что-то из этих трех не уважает, он не может обрисоваться на них лишним. Это как одно целое нужно рассматривать. Потому что гуру в себя олицетворяют одновременно и шастры, и поведение саду. Так же это все, видите, все очень связано. Не может быть отдельно гуру без шастры. Или шастр без гуру не может быть такого. Или без садху, без таких примеров жизненных. Это не существует просто. Это одно целое. Садху Шриман Бхагава. Садху тогда Шриман Бхагава. Да, там есть примеры великих святых. Мы учимся на этих примерах. Можно еще просто сделать небольшое дополнение? С проявлением божеств очень легко стало поменяться всем шестьдесят четырем правилам. Я анализировала поступить в божеств, когда мы не ходим в храмы, например, не часто переезжаем, то получается только тридцать правил. А с проявлением божеств все шестьдесят четыре правила. И там почему-то очень часто три раза сказано, что нужно жить в этом месте во Бриндаване. Если с нами божество возможно, скажешь, что уже во Бриндаване, во Бриндаване. И еще хотелось сказать, можно ли поклоняться в уме всем этим шестьдесят четыре. Это именно написано для ума. Это для ума написано. Это не просто такие командные, да, рефлекторные навыки. Подъем в четыре тридцати, или там в три тридцати. Рефлекс. Должен быть умонастроение определенное, желание определенное, смысл. Если мы это делаем не в сознании Кришны, что развивается? Аханкара. Аханкара. Да, поэтому. Поэтому всегда нужно руководство. Я встаю рано утром, потому что гуру, шахтры и саду, это наставление. И поэтому, по этой причине, я помню, я поднимаюсь вовремя. Тогда поднимаюсь вовремя, я не должен развивать гордости, по идее. Если я сам, без гуру, делаю это, это другой вопрос, понимаете. Мои плоды. Моя гордость. Я сам шахтры изучаю, я своим умом. Это путь в ад. Поэтому даже если мы эти правила и предписания хорошо понимаем сами, мы их все равно принимаем как наставление. Это называется смирение. Тогда они работают. Если я сам их принимаю, сам же их анализирую, сам их отвергаю, сам решаю. Это псевдо-культура. Внешняя культура. За этим есть принцип предания именно. Служение. Это для ума все написано. Обоснование принципов преданного служения. Седьмая глава. Принять покровительство истинного духовного учителя. В одиннадцатой песне Шримад Бхагаватам, 3.21, Прабудха. Говорит Махараджи Неме. О, царь, да будет тебе известно, что в материальном мире счастья нет. Хорошее выражение. Значит, еще раз говорит мудрец Прабудха, великий, и говорит лидеру монарху, лидеру общества. То есть необычная ситуация. То есть необычная ситуация. И что же он говорит? Ну, задача царя сделать свое царство процветающим, чтобы люди были счастливы. Это его задача, это его роль. Поэтому Прабудха говорит царю, да будет известно, что в этой мере ты счастья не на ней не дадешь. Не заблуждайся таким образом. Думать, что в этой мере можно найти счастье, значит совершать непростительную ошибку. Ибо здесь нет ничего, кроме страданий. Но кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя. И принять его покровительство, получив от него посвящение. Духовным учителем называют того, кто тщательно изучив священное писание, по-настоящему постиг их смыслу. И потому способен убедить других в правильности выводов, содержащихся в священных писаниях. Ну и каков же вывод священного писания? О чем говорит Прабудха, мудрец? То есть можно знать все писания, можно знать вывод писания. Здесь говорится, что гуру, учитель, это тот, кто знает вывод писания. Уже как бы изучив все писания, он знает вывод писания. Вот кто такой духовный. А какой же вывод священных писаний? Что я слуга Бога. И мое вечное конституциональное положение – слуга Бога. То есть он должен знать новую преданного служения. Об этом он говорит. Это квалификация духовного учителя. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, являются истинными духовными учителями. Чтобы исполнить свое предназначение, перенести в сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого духовного учителя. Это говорит Махараджа Брабуда, дает наставление царю, чтобы царь мог управлять правильно обществом. Это вот управление обществом. К счастью, путь должен знать царь и вести людей к этому моменту, к тому, чтобы могли все найти прибежище уступа Ачарии. Мы с вами обрели прибежище, что прабупады, и обретаем это убежище, в процессе находимся, мы должны это изучить, исследовать все, практиковать, проверять. Ну, кто-то уже утвердился прочно в этом. Например, наши духовные учителя, это вот эти великие души, спутники прабупады, они подают нам колоссальный пример служения духовному учителю. Мы учимся на этом примере. Ну, и лично я именно на этих примерах и вырос. И как они преданы прабупаде, это побуждает также их учеников предаваться. Точно так же. Смысл этого высказывания в том, что нельзя принимать своим духовным учителем глупца, человека сомнительных качеств, того, кто не соблюдает заповеди священных писаний, не следует принципам преданного служения или находится во власти шести орудий чувственного наслаждения. Шесть орудий чувственного наслаждения – это язык, гениталии, желудок, гнев, ум и речь. Любой, кто починил себе эти шесть орудий, имеет право принимать учеников повсюду в мире. Чтобы совершенствоваться в духовной жизни, исключительно важно принять такого духовного учителя. Тот, кому выпала удача обрести покровительство, истинного духовного учителя, несомненно, сумеет пройти весь путь, ведущий к духовному спасению. Чем дальше, тем труднее. Мы видели недостатки в материальном существовании, поэтому пришли сюда. Мы столкнулись лицом к лицу с суровой действительностью, и в конце концов решили, что все-таки предаться Кришне лучше. Тут написано, что это духовное блаженство, что здесь присутствуют возвышенные качества в людях. Здесь есть высший добродетель, великие знания. Конечно, я хочу остаться здесь, предаться Кришне. Мы преодолели препятствия, то есть мы осознали иллюзорность материального существования, что он полон страданий. Мы много поняли, и по отношению к этому миру мы уже стали необычными, совершенно необычными. Не из этого мира, как бы нас люди понимают, не из мира всего вы все. И придя сюда, в общество сознания Кришны, сейчас какое-то время, вдруг мы сталкиваемся с недостатками. Наши впечатления были другими изначально. Это препятствие? Как быть? Я иду в духовную челюсть, говорю, Грумагарадж, у меня проблемы. Вот это старший приятный, знаете, в которого я так верил, не верила. Знаете, что он делает? Комарар, просто вы не знаете, вы тоже были бы в шоке. Вы потому что серьезно задумались вообще, что это за общество. А Грумагарадж говорит, но проблем, продолжай практиковать, повторять, Харе Кришна. Но проблем. Почему тебя это волнует вообще? Да? Вот так все просто, Грумагарадж? Для вас все просто вообще. Ну ладно, с этим разобрались. Да, не нужно быть наивным. Да, я признаю, что я был несколько наивнее, сколько идеализировал. Ну как быть? Все говорят, что Брумагараду отравили. А вдруг правда? Грумагарадж, что делать мне теперь? Какие проблемы? Повторяю Дальше Гори Кришна Мантули. Ну, Грумагарадж, через что вы тоже. А серьезная проблема? А вдруг это и правда? Когда меня тестировали на кандидата в GBC, там был вопрос. Что вы думаете по поводу отравления Шлопрукбад? Я вообще первый раз это слышал. И я так и написал. Первый раз слышу эту глупость вообще. На меня посмотрит с удивлением. Вот чистая душа. А теперь кто-то верит в это? Что делать? Идите к духовному учителю. Что? Сомневаюсь? А тогда куда вы пойдете, если вы сомневаетесь? Больше не оба найти. Пропадает, говорит, духовная жизнь. Это вот вы в пустыне. У вас нет шансов. Вы там погибнете. И вдруг, вы видите, идет человек, насвистывающий песенку. Я уже почти неделю без воды, я гибну. А тут кто-то просто гуляет. Ты откуда? Где вода? Ты знаешь? Знаю. О, Боже мой. Куда идти? Туда. У вас есть шанс проверить это? Нет шанса. Нет никакого другого шанса. Если мы отвергаем духовного учителя, то нет никакого шанса. Мы в пустыне материального существования, в океане материального существования. Мы приходим, думаем, значит, что он говорит? Продолжаю воспевать Хари Кришну мантру. Святое имя. Харя Жанама. Харя Жанама. Харя Жанама. Харя Жанама. Полно грудью снова наша вера возобновляется, что он утвердился в бхакти, йоге. Эти все гуны, материальные природы, их это расплетение, карма, его не должны волновать вообще. В мире людей происходят ужасные вещи всегда. Невообразимые вещи происходят. Что только в голову не придет. В различных гунах. И надо мы в шоке. Боже мой, что это такое? А вдруг правда? И у нас сомнения возникают. Иди к духовному учителю. Другого нет пути, прабудха говорит царю о неме. До конца можно дойти этим путем. Только под руководством духовного учителя, который утвердился в рамане. Не поколебил. Получить посвящение от духовного учителя и внимать его наставлением. Получить посвящение, это все. Деть ошейник, быть на поводке. Все. Тузик рядом. Я рядом. Гурмаград что-то говорит. Я тузик. Я принял посвящение духовного учителя. Я теперь привязан к нему. Я от него завишу. А все. Я вверяю свою душу. Потому что он духовный учитель. Я проверял это. Читал книги, практиковал. Я спрашиваю. Я получаю посвящение. Мудрец прабудха продолжает. О царь! Ученик должен ввидеть духовного учителя не просто человека, давящего ему духовное наставление, а представителя верховной личности Бога и сверхдуши. Иначе говоря, ученику следует смотреть на духовного учителя как на Бога. Потому что духовный учитель – это внешнее проявление Кришны. Это подтверждает все ведические писания, и ученик должен относиться к своему духовному учителю соответствующим образом. Он должен серьезно и с глубоким почтением к духовному учителю изучать Шимадбхагавата. Слушание и пересказание Шимадбхагавата – это та форма религиозной практики, которая возводит человека на уровень служения Верховному Господу и любви к Нему. Это все, говорит, прабудха. Это цитата. То есть, говорит, о слушании Шимадбхагавата. Важнейшее, что мы, как и в наших отношениях с гуру, слушание Шимадбхагаватом в его присутствии. Ну, в Исконе на одном уровне нужно понимать Дикша-Шикша гуру. Шикша гуру мы также слушаем других духовных учителей. Это очень важно для Исконы, очень важно для Исконы. Подчеркнуть, это Харидаста Курбакитонда 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 Курбака подчеркивает, что на равном уровне воспринимаем Дикша и Шикша, на равном уровне неотлично. В этом секрет успеха подчеркивается. Если мы в Исконе выделяем в особую категорию своего дикша-гуру и принижаем роль шикша-гуру, это вызывает серьезную дисгармонию, диссонанс в обществе движения. Это не авторизованная бахтия на самом деле, неправильный процесс. Дикша дается только для шикши, поэтому истинную ценность шикша приносит. Дикша служит шикши, шикши служит дикши. Дикша значит предание, но для чего я предаюсь? Кому я предаюсь? Слушанию шикши я предаюсь. Дикша способствует шикши, шикши укрепляет дикшу предание. Поэтому как можно эти вещи разделить и сравнивать, принижая что-то или одно и то же? Опять же, видите, это духовное, жизненное, абсолютно важное, все эти принципы. В гуннах материальной природы нельзя это понять. Что всегда что-то будет выделяться, что-то принижаться в гуннах природы, совершится какая-то аппаратха. Поэтому очень трудно воспевать святые имена в таком сознании, где мы разделяем что-то и принижаем. Например, мне не нравится лично, когда предночитают Бхагавадгиту и говорят, что остальное не важно. И все, они знают Бхагавадгиту. Ух, как легко все. Это сахаджия философская, упрощение. Пропаду спросили, как же быть? Кришна говорит, сражайся, выполняй свой долг, а там, говорит, оставь все и предай себе мне. Как совместить это противоречие? Пропаду говорит, никакие противоречия. Применяйте согласно обстоятельствам. Должны знать Бхагавадгиту. Целиком. Вместе. Все главы. Они все, говорит, об одном и том же. В каждой главе говорит свой, говорит, тот же самый. Признаться к Кришне. Но просто по-разному. Очень важно это разнообразие в единстве. Понимать и сознавать. Иначе мы не сможем понять науку Господа, читая, не могу пробовать. Ученик должен стремиться удовлетворить истинного духовного учителя. Такому ученику будет совсем нетрудно усвоить духовное знание. Веды подтверждают это. И в дальнейшем Рупа Госвами объяснит, что тому, кто обладает непоколебимой верой в Бога и в своего духовного учителя, все духовные истины открываются очень легко. Служить духовному учителю с верой и преданностью. Значит, сначала у нас было принять покорительство истину духовного учителя. Сейчас мы прочитали, получить посвящение духовного учителя. И занимать наставления. И теперь служить духовному учителю с верой и преданностью. О служении духовному учителю Господь Кришна в 11-й песне с Шимадбхагаватом 17-27 говорит так. Дорогой удава, в духовном учителе следует видеть не только моего представителя, но и меня самого. Его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. В отношении к духовному учителю не должно быть ни малейшего оттенка враждебности или зависти, которая порой возникает по отношению к обыкновенным людям. На духовного учителя всегда нужно смотреть, как на представителя Верховной Личности Бога. И служить в служении Ему равносильно служению всем полубогам. Полубоги обеспечивают всем необходимым. Все, материальное процветание зависит от полубогов непосредственно. Они ответственны за эти стихии, за урожай, за солнечный свет, за дожди, за здоровье людей, Ашвени Кумар есть, многие другие, Индра, Сурья, тоже самое. Это жизненная энергия, праны. Все в руках непосредственно управляющих полубогов. Но здесь говорится, что служение гуру удовлетворяет всех полубогов. Равноценно это. Этого уже достаточно, собственно говоря. Чтобы полубоги также были удовлетворены. Следовать примеру святых людей. Следовать примеру святых людей – это саду, категория саду, их пример. В Скандапуране преданному рекомендуется следовать примеру святых людей, ачарьев прошлого. Так как идти по их стопам можно, идя по их стопам, можно достичь желаемых результатов без риска. Впасть в уныние или оказаться в затруднительном положении на пути духовного совершенствования. Впасть в уныние легко, если будут неудачи какие-то в нашей духовной жизни, в миссии, которые мы взяли на себя. Часто мы чувствуем неудачу и уныние наступает. У меня что-то не получилось, серьезные ошибки, все провалилось, что хотел сделать. Я занимался только преданных и вдохновлял их. И теперь куда мы пришли? Крах какой-то, просто я чувствую. Это уныние называется. Что на случай обратиться к предыдущим ачариям, да, были и поражения, и успехи в их примере тоже. Шла Прабхупада, мы его обычно описываем как успешного проповедника. Но в Индии он потерпел неудачу. В течение десяти лет неудачной проповеди. Каждый день он совершал усилия безрезультатно. Описывается подробно, через что Прабхупада проходил. И чтобы не впасть в уныние, он знал волю предыдущих ачариям. Они сказали, что распространился по всему миру, надо ехать куда? На Запад теперь, после всех этих неудач. Нужно на Запад ехать. С точки зрения материальных успехов, аналитических, посмотреть, не было ни одной причины ехать на Запад еще после этого. Если это даже в Индии не получилось, то как это получилось на Западе, простите меня? Любой логический, разумный человек сказал бы, что это невозможно. И многие так и думали, в ачна в это время, что, скорее всего, это невозможно. Мы уже пытались это делать даже и в Лондоне. Но Прабхупада почему-то решил с энтузиазмом ехать в Америку. После десятилетий их неудач. Потому что опирался на предыдущих ачариях. Вот как это было. На Рупу Госвами, на Бадистан Сарасвальство Духовного Учителя. На Господа Читанию Махапрабу, который желал и говорил об этом. И видите, это осуществилось. Помилуйся Господа Читании и Прабхупаду. Если бы Прабхупада впал в уныние, мы бы ничего не знали. В священных писаниях, которые называются Брама Ямала, говорится, что если человек хочет, чтобы его почитали как великого преданного, и при этом не следует указаниям боготкровенных писаний, то никакая его деятельность не поможет ему прогрессировать в преданном служении. Он будет лишь источником беспокоить для тех, кто искренне принял путь преданного служения. Те, кто не считает нужным строго следовать принципам боготкровенных писаний, обычно называют сахаджиями. Решив, что все очень просто, они руководствуются своими выдумками и не выполняют указания, которые даны в священных писаниях. Такие люди только создают препятствия на пути преданного служения. Значит, сколько правил преданного служения дает Рупа Гасвами? 64 или 5? Или 5? 64 все-таки. Их больше, их много. Но Рупа Гасвами 64 правила нам дает. Из них выделяются какие-то правила, имеют свои особенности, они группируются, и есть какие-то наиболее могущественные правила, но их 64, не 5. Некоторые преданы, изучив все это, подумают, пить и достаточно. Сахаджия. Это может вывести в сахаджию тоже. С ним пренебрегаем другими правилами, предписаниями. Неправильное понимание. Будет 64 тут написано. Итак, эти 5 правил, они просто нам помогут усвоить все 64. Мы стремимся усвоить все правила. Как можно больше. Здесь мы остановимся. Это два абзаца. Из 7 главы следовать примеру святых людей. Это сделано за абзац. Продолжим завтра эту тему. Сегодня еще есть время на вопросы. 10 минут. Продолжение следует. В каком моменте он обретает квалификацию ушибших гуру? Что это за отношения? Это формально обязательно или это может быть также неформально? Все отношения неформальны. Если они духовны, они неформальны. Формальности помогают укрепить эти отношения. Не должны преобладать формальности. И также шикша это определенное отношение, как ты и говоришь, которое мы чувствуем в сердце. Шикша что-то проникает в моё сердце. Это укрепляет мою дикшу. Моё посвящение, моё предание укрепляет. Это шикша означает. И это мы чувствуем непосредственно. Обычный наставник, он имеет определенную квалификацию и опыт. И Батистан Сарасвати не называл эту категорию шикша гуру. Я справлялся с его духовным учителем. И он сказал, что он другой термин использовал по отношению к наставникам. Советчики. Мы советуемся с таким человеком. Он про него имеет больше опыта. И мы советуемся с таким человеком. Практически какие-то вопросы обсуждаем. Семейный вопрос, если он имеет опыт семейной жизни. Также может что-то посоветовать. Опираясь на свой опыт, хорошие вещи сказать. Он советует и говорит, вот если будет так, то будет так. Последствия, если так, то вот такие последствия. Ну, ты прими какой-то совет, как ты поступаешь, как ты чувствуешь. То шикша гуру, это не то, что он имеет силу приказывать. А имеет силу, глубину наставлений. Когда я получаю от него шикшу, я уже знаю, это не просто советчик. А я не могу по-другому поступить. Он проник в сердце. И я знаю, что нужно делать. Как он говорит именно. Абсолютно всяких сомнений. А советчик я могу решать сам. После того, как услышу его совет. Например, Акрура приехал в Хастинапур. Потому что Кришна послал его. Послал его, чтобы он исследовал ситуацию. Что там происходит в Хастинапуре. Как там пандавы, их преследуют, я слышал. Говорит, расскажи, приезжай туда, а потом расскажешь мне. И Акрура увидел, что все это злокознение Тритараштра пропускает. Причина в нем. Он не уехал оттуда так просто. Он пришел дать ему наставление. Пришел посланник от Кришны. И Тритараштра мог принять его, как шикши гуру. Но он принял его, как просто советчика, наставника. Акрура выслушал все наставления. Акрура прямо сказал, что ты не должен поступать так. Ты пристрастен к дурному сыну привязан. Что пандавы, они святые люди. И он сказал все, что необходимо. Но поскольку он был в роли советчика принят, Тритараштра ответил, что ты даешь хорошие советы. Я осознаю это, что ты говоришь правильно. Но они не входят в мое сердце. Ты не моешь их шикши гуру. Он сказал. Они не входят в сердце, поэтому что я могу сказать тебе? В том, что то, что делаю я, неправильно может быть. Но происходит тоже по воле Бога. Я не могу просто по-другому. Поэтому это тоже хоть планы Кришны. Все на этом остановились. Это был советчик. Как у царя есть советчик Брамана. Так, так, так. Царь выбирает сам из этого все. Это советчик. Но когда он говорит, что шикша – это внутренняя энергия. И ты чувствуешь свет, и видишь путь. И просто идешь туда. Просто нет выбора. Ты видишь истину. Это шикши. Это пропады. Шикша гуру для искон. Мы читаем книги, и открывается путь. Все ясно. Все. Понимаешь, да, разница? Это шикши. Нужны советчики. Так же вы склонены. Это хорошо. И не к тому, что мы должны только иметь шикши гуру и советчиков все. Значит, как нижнюю категорию. Нет, нет, не все советчики, которые служат в Айшнавом, помогают. Они все станут шикши гуру. И обычно тот, кто становится шикши гуру, обычно дают и дикшу. Обычно так. Мы принимаем обычно дикшу того, от кого слышим шикшу. Именно шикшу. Когда мы же не просто совет, это шикша. Надеюсь, что-то прояснилось в этом моменте. Ну, не все, но что-то. Тема сложная, что касается гуру Татуй. Я хотела уточнить про Сакаджи Мори. Хотела прояснить, если человек хочет подсчета к себе и не следует принципам, просто хочет подсчета к себе и не следует принципам. Сакаджи буквально означает упрощение. Они говорят, что все просто. Вот есть Кришна, есть Гопи. Я оденусь как Гопи и буду носовать Кришну. И все. Один из примеров таких, что они могут делать. Есть также философское Сакаджи и упрощение. Вот мы говорили, да, какой-то стих человек берет, выделяет, и остальное все пренебрегает. Это философское Сакаджи в упрощении. Здесь говорится, что гуру, он не должен быть Сакаджи, он должен изучить благодаря Писанию, вплоть до вывода дойти. То есть в полноте изучить, вплоть до вывода, что Святое Имя равно Кришне. Это вывод уже всех Писаний. Если он знает это, он знает Писание. Он не Сакаджи. Если гуру дает именно посвящение Харе Кришна мантру, это духовный учитель. Ни во что-то другое. Не в этот стих Шимад Бхагаватами, или не в этот стих Бхагавадгиты, а в Харе Кришну Махамантру дает посвящение. Если он не квалифицирован, он говорит, вот я тебе дам посвящение в этот стих Бхагавадгиты, а не в какой-то другой. В этом секрет, понимаешь? Вот забудь все остальные стихи. Вот истина где. Это относительно, это Сакаджи. Или кто-то скажет, вообще Гита не нужна, нужна раса. Такое тоже можете услышать. Гита это просто, это примитивно. Вот раса, Гиту вообще можно не читать. Это один из признаков Сакаджи, что Гиту не читают. Пропады читал каждый день Бхагавадгиты. И говорит, все наше движение основано на Бхагавадгите. Не забывайте ее, пожалуйста. Это все в Сакаджи уведет. Это тенденция, как мы сказали, есть у каждого из нас. Мы хотим упростить наш путь, как бы облегчить его. Вот есть 64, есть 5 принципов. Я думаю, вот 5 достаточно. Это тенденция в уме есть, есть нужность регации. Читайте Бхагавадгиту с первой главы до последней, в равном степени внимания. Мы увидели одну вещь, когда давали классы по Бхагавадгите, что преданные знают, может быть, какие-то стихи Бхагавадгиты, ключевые. Но третью главу Бхагавадгиты практически никто не знает. Очень важная глава перед тем, как принять духовного учителя, там описывается принцип, чему научит духовный учитель. И никто не знает этого. Принимает более-менее формально, потому что, ну, так принято, традиция в обществе есть, что нужно принять гуру, но осознанность нужна тоже. А где-то написано все. Прежде чем там сказано о духовном учителе, что получить, нужно принять, там описывается еще несколько глав до этого. Обоснование должно быть. Настоящее обоснование. Научное обоснование. Если мы так легко принимаем духовный учитель, легко принимаем божество, дома все устанавливаем так, по традиции, то так же легко можем потом это забыть в какой-то момент. Услышим что-нибудь, скажем, засомневаемся. Если мы знаем Бхагавадгиту, по-настоящему никаких сомнений быть не может. Она разрушает все сомнения, говорится. Горджуна об этом, говорит, все, никаких сомнений не осталось. Ни одного вообще. Там столько вопросов, столько ответов, все необходимое. Можно еще раз про Сахаджиев? А как замечать это Сахаджиевское настроение и как его лечить? Как лечить Сахаджиев? Да, да. О, боже мой. Надо же замечать еще, честно. Лечить Сахаджиев нужно идти проповедовать новым людям, а не быстро вылечить Сахаджиев. Это хорошая терапия для каждого из нас. Иногда проповедуйте просто обычным людям, общайтесь с ними, попытайтесь им объяснить науку бхактии или науку духовного знания, что к чему они готовы. Я хотя бы я не это делаю проповедуйте. Это хорошее лекарство от Анардх. Это хорошее лекарство от Анардх. Люди в невежестве, но они эксперты в поисках недостатков. Они лучшие эксперты. Идите к ним. Они все просветят, все скажут вслух. Отшлифуют вас, о, до блеска. Без мыла очистят сердце, говорится. Не эксперты в критике. И в поисках недостатков они в этом плане хороши. Прятные все прощают там, ну как-то так. Этикет, не хотят нанести оскорблений. Идите к материалистам. Но предные по-другому запутывают все. Начинают соревноваться в знаниях, в памяти, в санскрите. Там кто как может. Кто-то хочет показывать спонтанность. Так говорит, что это. Кто-то показывает свою память. Шахтли цитирует. У предных другая есть проблема. Конкуренция тоже своя. Не нужно углубляться в эти дебри. Нужно заниматься предным служением. Тут есть право-предписание. Там не говорится, что конкурировать с предными помогает. А развить бхакти не помогает. Но мы постепенно от этого отойдем. Если будем стараться просто. Бхакти могучный принцип. Важно не отходить от него. Для этого мы при вере, что в Дуговом начале принимаем, чтобы не отходить от принципов бхакти, чтобы быть всегда занятым в служении. Даже с сомнениями, даже с трудностями, даже в унынии. Но мы продолжаем, 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 продолжаем. Пока свет на горизонте не появится. Он появится. Мы идем. Мы достигаем цели. Спасибо большое. Тут мы остановимся. Шала Прабхупада. Ки-джай. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...